Привет! Этот приятель явно хотел поделиться чем-то волнующим. Животные порой вообще бывают невероятно эмоциональны. Одни делают трагедию из стрижки ногтей, другие разыгрывают сцены не хуже голливудских актеров. Поверь, с такой стороны зверей не часто увидишь. Поехали! Так, а сейчас постарайся не делать резких движений. Ну вот, ты напугал козу. Ага, со стороны нелепые падения этих ребят выглядят просто как развлечение. Но на самом деле так их организм действует при испуге. Мышцы просто-напросто парализуются на пару секунд. Виновата наследственное заболевание миотония, встречающиеся и у людей. Нам оно в быту доставляет немало проблем. Ну а козам норм, подумаешь, поваляться на травке. И весело же! Если ты интроверт, эти кадры специально для тебя. Вот два твоих самых громких и общительных друга. А вот ты всеми способами пытаешься продолжать их любить. Когда ты крупный и взрослый серьезный парень, но хочешь порадовать младшую сестренку и показать, что ее новая игрушка тебя действительно пугает. Возможно, где-то в лесу у зверей есть собственный театр, и этот суслик репетирует свою сцену. Другого объяснения такому поведению у нас просто нет. О, боги, на помощь! Я на грани гибели! Эта луговая собачка и тот суслик, похоже, играют в одном спектакле. Ну или все дело в том, что они близкие родственники. Помнишь, как в детстве после ванной родители пытались сделать тебе маникюр, а ты делал вид, что это самая страшная пытка в мире? Вот, полюбуйся, как это выглядело со стороны. Кстати, раз уж мы заговорили о притворщиках, держи тогда топ-3 животных, инсценировавших собственную смерть. Первым у нас идет кролик Бенджамин, реагирующий на команды не хуже дрессированной овчарки. Затем вот эта ящерица, обитающая в зоомагазине. Водяной Агами, похоже, так надоело сидеть на руке, что пришлось придумать такой выход из ситуации. Не помогло. Здравствуйте, ты травматизировался? Ну и, наконец, наш любимчик и непревзойденный мастер троллинга. Как в одну секунду превратить шуточную потасовку в повод для паники? Сделай вид, что ты мертв или близок к этому. Ну, как младший брат после твоего подзатыльника на глазах у мамы. Тут у нас просто готовый новый персонаж для Mortal Kombat. Ты только зацени этот танец победы над сильным противником. Если и существует кошачий Оскар, то тут у нас однозначно главный претендент на статуэтку. Камера, мотор, снято. Все, приятель, можешь снять реквизит и расслабиться. Реакция этого приятеля понятна. Он только что осознал, что у него появился конкурент. Что ж, придется внимательно следить за ним. Как видишь, сработало. От такого давления только под потолком и можно спрятаться. Если кот переходит в спящий режим, это уже необратимый процесс. Ну, если, конечно, не знаешь волшебное слово. Брокколи, яблоки, груши, бананы, морковь, курица, брокколи, яблоки, груши, бананы, морковь, курица. У этого приятеля все пошло наперекосяк. Сначала он отправился качаться на тарзанке без своей любимой игрушки. Затем решил вернуться за ней и... Сделаем вид, что не заметили этот неловкий момент. Теперь остается сидеть и горевать. Ну, не спускаться же вниз, в самом деле. Скорее протяни кулак в ответ этому дружелюбному шимпанзе. Он же ждет. Ну вот, и ты купился. Просто окинь мысленно весь свой летний гардероб и признай. В этом сезоне тебе не быть таким же стильным, как этот приятель. Он еще и пребывает в постоянном чили от сознания своей крутости. Пожалуй, отныне это наше тотемное животное. Говорят же, что коты видят то, чего не видят люди. Может, и этот парень уклоняется от какого-нибудь луча, который действительно вылетает из пальца. Как моментально дать понять человеку, что он тебе не слишком приятен? Учись мастерству тонких намеков у этого приятеля. Бывает же такое настроение, что вроде как ничего не произошло, но так хочется, чтобы тебя пожалели и успокоили. Этот хитрец знает, как действовать в таком случае. Просто притворись, что у тебя внезапно заболела лапа. Не обязательно даже всю ночь бродить по барам, чтобы почувствовать себя на месте этого бедняги. Достаточно просто проснуться утром в понедельник. А вообще, этот пес, похоже, тот еще тусовщик. Но есть одно чудо-средство, которое моментально приводит его в чувство. Хочешь лакомства? Знаешь, насколько этот бульдог любит спать в удобной кровати с хозяевами? Стоит ему услышать приглашение, и его в буквальном смысле распирает от эмоций. То самое чувство, когда портал перемещает тебя во вселенную, где на месте твоего дома другой дом с другими хозяевами и другим котом. Да, дружок, наслаждайся любовью хозяина, пока можешь. Ревнивец за твоей спиной уже строит коварные планы. У животных, оказывается, такие ситуации тоже бывают. Ну, когда соглашаешься прогуляться с влюбленной парочкой друзей, и в итоге они весь вечер заняты только друг другом. Выходить из уютного, родного дома непонятно куда, да еще и с поводком, как у какой-нибудь там собаки? Да я ни одной лапой ради такого не пошевелю. Ты можешь быть вооруженным огромными зубами и когтями свирепым гигантом весом в полтонны, но милый букет есть милый букет. Благодарность, правда, получилась какая-то жутковатая. Но этому приятелю не каждый день дарят цветы. Он еще научится управлять эмоциями. Хочешь сделать работу хорошо? Сделай ее сам. Ну а если не хочешь делать ее вообще? Притворись мертвым. В офисе такой трюк, конечно, вряд ли сработает. А вот на ипподроме прокатывает только так. По крайней мере, у этого хитреца по кличке Джинган. Он решил, что рожден быть актером, а не скакуном. И теперь гениально уходит от необходимости кого-то вести. Вот, взгляни на идеальную мертвую позу в его исполнении. Джинган прекрасно понимает, как он хорош. Эта улыбка говорит сама за себя. Холодные, лишенные эмоций скучные животные? Ну, может это про каких-то других змей. Но точно не эту. Во-первых, свиноносая змея научилась косплеить гадюку, чтобы иметь меньше проблем. Но если доставать ее так же упорно, как автор ролика, то она использует свой второй приемчик. Косплеит мертвую гадюку. И делает это превосходно. Народ, не расходимся. Хотите сумасшедших историй из реальной жизни? Никаких серых будней. Только экшен. Только приключения. Погони и сражения. Признание в любви и неожиданные предательства. Не верите? Переходите по ссылке и убедитесь сами. Канал анимированных историй «Личный дневник». Все самое сокровенное тут. Не забывайте подписываться.